коллеги добрый день и так коллеги давайте начнем наш вебинар тема сегодняшнего рассмотрения это раздельный учет при исполнении контракта контрактов гособороны начнем наше обсуждение с базовых настроек программа 1с ерпи несколько базовых настроек посмотрим далее посмотрим настройки направления деятельности идентификатор государственного контракта введение расчетов отчеты и управление заявками так как на управление средствами здесь особое внимание необходимо переходим в программу сейчас я новую демонстрацию сделаю переключусь на экран на программу и начнем с главных настроек стандартная программа 1с ерпи вот сверху видно начинаем с нс и раздела нс и и администрирование в этом разделе нам необходимо зайти в пункт меню финансовый результат и контролинг финансовый результат и в первую очередь поставить галочку финансовый результат по направлениям деятельности дело в том что контроль учета по гособоронзаказов в программе реализован на направлениях деятельности и это направление деятельности необходимо будет указывать во всех первичных документах движения товарно-материальных ценностей галочку поставили переходим следующий пункт меню это казначейство и взаиморасчет здесь не нужно ставить галочку но вот нужно провалиться вот в эту ссылку поддержка платежей в соответствии с 275 мфз проваливаемся а вот уже здесь ставим галочку поддержка платежей и два полезных две полезные ссылки типы платежей это не закрытый справочник его можно создавать дополнительные типы платежей если вашему бизнесу что-то потребуется какое-то расширение если не потребуется значит используем предопределенные типы платежей вторая ссылка это виды подтверждающих документов крайне важный пункт здесь также незакрытый перечень можно создавать свои типы и виды документов при необходимости и проставлять галочки вот эти документ подтверждает исполнение контракта и каталог выгрузки когда мы будем выгружать файл для отправки министерства обороны должен быть где-то записан и этот каталог в этом окошечке выбирается пока я выбирать не буду потому что у нас отправить документ не получится так и нет электронной подпись но мы посмотрим с вами как это делается периодически буду переключаться на чат и смотреть вопросы вроде бы нет ничего далее для того чтобы у нас все это заработал нам необходимо еще дополнительно ввести направление деятельности раздел финансовый результат и контролинг пункт меню направление деятельности на соответствующий справочник через кнопочку создать формируем направление деятельности давайте я не буду здесь создавать потому что уже при подготовке создал направление деятельности мы проваливаемся сюда и отсюда посмотрим что нужно заполнить наименование очень произвольно производство изделия 1287 из головы просто выдуманная цифра естественно вы делаете свое направление деятельности при этом нужно помнить что под каждый контракт гособоронзаказа необходимо формировать новое направление деятельности соответственно самое простое наименование сразу же делать по сути этого контракта так будет просто проще маневрировать и ориентироваться группа направления эта папочка просто условно берете для себя какой хотите очень важно проставить галочки по назначению здесь сейчас не будем рассматривать здесь все очевидно и интуитивно понятно а вот параметры параметры контракта необходимо провалиться и заполнить и здесь желательно максимально детально и максимально аккуратно что значит аккуратно вот параметр и гк идентификационный номер госконтракта он по моему 25 знаков содержит но программа позволяет вести больше этих знаков и можно просто нечаянно ошибиться и программа в дальнейшем будет выдавать ошибку то есть вот нужно столько позиций заводить сколько необходимо как я сказал программа позволяет немножко больше позиций заводить государственные контракты здесь создаем контракт сервис кнопочку создать я уже это создал поэтому просто проваливаемся в госконтракт и посмотрим какие реквизиты необходимо заполнять в этом рабочем окне идентификатор как я сказал 25 позиций но позволяет больше делать дата заключения информация закупки код заказчика в общем все реквизиты тоже по умолчанию понятны комментарии это текстовое поле не запоминаем далее номер контракта дата плановая дата в принципе здесь все понятно номер отдельного счета так как госконтракт это жестко регламентированное движение и денежные средства и товарные материальные ценности то для каждого движения денежных средств в банке необходимо открывать отдельный расчетный счет который будет использоваться исключительно под расчеты с контрактом вот с этим контрактом гособоронзаказы и программа это будет контролировать как контролировать мы дальше с вами посмотрим далее блок экономический финансовый объем финансирования если мы собираемся привлекаться прибыль контракта это плановые прогнозные результаты по контракту ну и дальше кредиты если мы в кредитах будем привлекать кредиты проценты плановые расчетные затраты на материалы ну вот все точно так же интуитивно понятно эти цифры это плановые цифры это прогноз которые вы ожидаете при исполнении контракта гособоронзаказы когда мы все запоминаем заносим все данные необходимо внести в направлении то есть все эти цифры программа привяжет к этому гособоронзаказу здесь мы все заполнили также все заполнили все необходимое записать и закрыть далее мы открываем с вами организацию и карточку организации и в этой карточке также нужно ввести некоторые настройки организация я открыла отдельную организацию 1287 по названию контракта тоже очень условно естественно вы делаете свои настройки проваливаемся я не стал заполнять поля которые очевидны вы это сможете сделать самостоятельно здесь тоже ничего не заполнил в организации самое главное необходимо в учетной политике указать метод метод оценки стоимости товаров для гособоронзаказов принимается только фифо фифо это а почему фифо потому что это не некое усредненное значение среднее за месяц а абсолютно конкретно абсолютное значение выражения стоимости поэтому фифо тоже это заполнили все остальное как обычно как для любой организации я не заполнял потому что для примера это не обязательно дальше заходим в банковские счета и открываем отдельный счет для расчета с госконтрактом точно так же через кнопку открыть давайте закроем вот не открыть а создать открывается рабочее окно где заполняются данные номер счета как вы понимаете очень условный насколько я помню 20 значений но программа 5 позволяет больше позиций сделать но с этим легче вы больше не заведете потому что нумерация жестко регламентирована и вы получите только столько знаков сколько необходимо это только если нечаянно нажмите лишнюю кнопку но программа все равно не позволит заполнить поэтому здесь ошибка практически исключена далее в табличной форме необходимо поставить галочку отдельный счет гос по контракту и номер контракта при заполнении вот этого реквизита программа всегда будет требовать выбор именно вот этого счета необходимого для расчета по госконтракту здесь тоже все достаточно просто так так появилось сообщение для каждого контракта свой счет да мы с вами это уже обсудили для каждого контракта в обязательном порядке свой счет это жесткое требование с мы с вами открыли организацию открыли банковский счет для расчета с госконтрактом в направлении их деятельности мы заполнили данные по этому контракту вот параметр контракта да я кратко пробегу и что мы сделали теперь предлагаю сделать какие-то закупки по этому контракту и мы с вами посмотрим что дальше и в каких документах мы с вами должны указывать итак раздел закупки документы закупки я предварительно сделал две закупки давайте мы проваливаемся я сделаю отмену проведения и мы с вами немножко поэкспериментируем со счетами на основной закладке здесь все просто поставщик контрагент организация договор вот договор давайте мы с вами проваливаемся договор и в самом договоре необходимо указывать если мы с вами выбираем организация почтовый ящик так как та организация которая работает с госзаказом если мы с вами выбираем счет правильный у нас появляется вкладка настроить договор для исполнения гособоронзаказа вот в эту вкладку необходимо провалиться и здесь сделать некоторые настройки обычно у нас договор с участием по госконтракту выбираем исправительника государственные контракты тот контракт который нам необходим выбрали если есть смета то можем привязать поэтому это интуитивно понятно здесь никаких подводок ко мне нет очень важная вкладка подтверждающие документы здесь нам необходимо выбрать те подтверждающие документы можем добавить показать все вы помните мы смотрели с вами ссылочку на справочник подтверждающие документы вот из этого справочника мы выбираем подтверждающие документы которые необходимо прикрепить к документам расчет и к документам движения денежных средств вот здесь мы выбираем этот перечень видов документов и программа будет отслеживать все ли документы прибавлены к заявке на расходы денежных средств дальше мы с вами посмотрим как это происходит не забываем настраивать вот этот пункт и соответственно вот эту ссылочку очень важно дальше все просто направление деятельности да точно так же не забываем направлять иначе у нас программа не сможет контролировать этот договор по этому направлению деятельности доставка и комментарии здесь все просто то есть в договоре давайте еще раз повторимся две важных настройки учетная информация это направление деятельности выбираем очень важно расчеты оформления настроить договор для исполнения гособоронзаказа это ссылочку направляем записать и закрыть где-то где-то что-то изменил давайте не было сейчас не будем искать не будем время так появился вопрос давайте посмотрим все замечательно итак мы с вами настроили организацию где указали направление деятельности и настроили договор для приобретения товаров услуг где настроили 2 реквизита это перечень первичных документов и саму ссылку на вид направление деятельности итак основную вкладку мы с вами оформили товары здесь никаких проблем мы выбираем дополняем товары необходимы здесь все просто пройдемся по табличной части здесь в принципе тоже никаких подводок здесь все стандартно записать давайте проведем и посмотрим проводки рекламендируем учете что мы с вами видим в журнале проводок организацию направление деятельности производства изделия в обязательном порядке ну и суть закупка компьютеров в общем то все просто закрываем второй документ по закупке материалов он аналогичен точно так же в договоре указываем настроить договор для исполнения выбираем контракт основной гособорон заказа подтверждающий документ здесь не набирал но вы уже понимаете как это сделать выбрать тот перечень документов который необходим далее учетная информация направление деятельности видите я здесь не выбрал давайте с вами это исправим разрешите редактирование реквизитов разрешаем производство деятельность производство изделия 1287 записать так как у нас с вами уже есть документ проведенный давайте отменим товаров и услуг отменим проведение еще раз попробуем исправить договор решить редактирование так ну видим еще уже еще какие-то документы давайте сейчас не будем указывать но видите да программа не очень хорошо относится к тому что какие-то реквизиты мы с вами не заполняем не будем сейчас искать время вы так понимаете что это нужно сделать мы указали и рассмотрели где и как поэтому давайте пойдем дальше не буду сохранять итак мы сделали с вами документы движения товарно-материальные ценности закупили материалы не закупили а документы ну да в принципе уже закупили осталось только расчет сделать по денежным средствам сейчас мы с вами посмотрим но до того момента как перейти за оформление заявок на расходы денежных средств давайте посмотрим какие так вот здесь провести давайте приготовим какие отчеты мы можем с вами формировать по контролю исполнения гособоронзаказа итак раздел НЦЕ и администрирование регламентирован отчет регламентирован отчет выбрать выполняем выбираем организацию почтовый ящик дата составления 30.11 уже на конец декабря 31.12 сделаем создать что у нас появляется те реквизиты которые не заполнены но их нужно заполнить естественно они не заполнены не в договоре не в организации поэтому когда вы заполните все они автоматом сюда попадут нужно нажать кнопочку заполнить таким образом программа выдать все что заполнено но если есть ошибки она эти ошибки будет выводить давайте посмотрим что у нас получилось исполнение контракта в гос у нас в принципе что-то заполнилось давайте я пока закрою но так как ошибок не ошибок а недозаполненных реквизитов довольно много она будет постоянно указывать что янн заполните кпп заполните еще что-то заполните но тем не менее данные уже какие-то выводят что мы с вами можем увидеть отчет состоит из трех главных разделов это состояние выполнения контракта движение ресурсов контракта и использование ресурсов контракта я сделал только состояние выполнения контрактов начальные документы по движению документов никакие не делал но как оформляются и что заполнять идентично поэтому вы это уже знаете спокойненько совершенно можете самостоятельно это все сделать что дает какие дает возможности программа мы можем контролировать сумму давайте денежные средства получены я условно сделал поступление на расчетный счет через выписку соответственно мы можем посмотреть расшифровать что это за цифра денежные средства получены от заказчика 10 миллионов миллиардов извините любую другую сумму давайте затраты на материалы расшифровать нас сейчас так как затратов не было на материалы нас отошлет вот тем целевым показателем которые мы с вами заполняли да это прогнозы какие еще настройки в этом отчете титульный лист и здесь две галочки запись заполнять отчет данные по всем контрактам либо по выбранным контрактам так как у нас один контракт соответственно по тому контракту дает но мы можем и изменить двойным кликом по выбранным контрактам и мы можем провалиться выбор контрактов и заполнить те контракты которые нам нужны но для изделия 1287 всего один контракт соответственно здесь особо нечего выбирать заполнить но у нас ничего не изменится поэтому по цифрам поэтому условно вы видите что эта возможность есть когда у вас будет много контракта соответственно вы это можете делать вот этот контракт не контракт вот этот отчет необходим в первую очередь для формирования выгрузки министерства обороны мы можем сделать проверку проверить выгрузку проверить контроль соотношения ну давайте посмотрим нет ли каких-то ошибок в отчете не обнаружена ошибка замечательно проверка отчета здесь все по нескольким статьям по нескольким а по многим статьям по многим признакам вы это потом спокойненько можете самостоятельно посмотреть по каким признакам делается сверка выгрузка два варианта выгрузки выгрузка пакета для передачи в Минобороны и выгрузка для себя без подписи немножко будет ругаться потому что опять как я говорил не хватает реквизитов если мы это все заполним ну соответственно программа совершенно спокойненько будет выгружать этот отчет а вот выгрузка пакета для передачи в Министерство обороны у нас не получится изначально потому что нет самого главного нет электронной подписи давайте сразу же посмотрим скажите а уже введенные потом в какой момент попадут в этот отчет в момент проведения когда будет уже запись в журнале бухгалтерский проводок эти данные уже попадают в отчет так так как у меня нет возможности провести нет электронной подпись она не настроена дальнейшее действие при выгрузке отчета для Минобороны я перейду в презентацию сделаю новую переключу демонстрацию на другой экран и мы с вами посмотрим на презентации что нам ждать от отчета поставьте пожалуйста плюсы я переключился на демонстрацию получилось или нет замечательно все вижу спасибо переключаемся на демонстрацию и перехожу на следующий слайд вот на этот при выгрузке отчета Минобороны получается смена статуса вот передана в Министерство обороны вот для того чтобы это у нас получилось я отвернусь на один слайд нам необходимо подключить квалифицированный сертификат сертификат подписи который в общем то стандартные процедуры они уже использованы это с помощью сервиса 1С подпись с помощью абонента абонентский сертификат 1С отчетность либо через аккредитованные удостоверяющие центры ну в частности крипто про вип нет ну и другие эти сервисы можно на сайте Минобороны посмотреть и найти что нужно сделать в принципе сейчас это уже настолько распространено что это не должно вызвать какие-то затруднения к подключению к электронной подписи но она должна быть естественно без этого у вас подпись и выгрузка в Минобороны не получится допустим мы с вами уже точнее вы самостоятельно подключились получили сертификат электронной подписи все у вас хорошо и на электронную подпись пришел ответ от Минобороны протокола что все получено соответственно меняется статус этот статус можно поменять и вручную но если вы меняете статус вручную получается небольшая не то чтобы проблемка но техническая особенность сейчас мы с вами посмотрим вот так как когда вы получаете от Министерства обороны протокол по электронной подписи его необходимо загрузить у вас появляется вот ссылка на пункт меню загрузить протокол сдачи когда вы нажимаете его то программа предлагает выбрать ту директорию где вы записали выгрузку архив полученный из Министерства обороны вы загружаете протокол сдачи вот и историю вас остается если вы получили протокол с ошибкой соответственно в протоколе будет указано что за ошибки показать протокол и там будет описано какие ошибки вы допустили их можно исправить и повторно отправить отчет министерство обороны абсолютно по тому же самому алгоритм который мы с вами рассмотрели выше теперь как я говорил для удобства пользователя статус отчета можно изменить вручную но при этом нужно помнить что ссылка этапы отправки становится недоступна и вы не сможете проконтролировать сколько раз отправлялась и какие отчеты вы получали те протоколы получали поэтому ссылку руками лучше не статус не изменять чтобы у вас оставалась возможность контроля всех отправок вот этапы отправки внизу техническая информация и в технической информации вы можете подконтролировать отправки в министерство обороны здесь в принципе достаточно все просто когда вы будете отправлять ссылки увидите и они не спрятаны они на поверхности в тексте рабочих окон и вы их можете увидеть и специально где-то их искать не нужно вот и как я говорил техническая информация и вот история отправки вы это тоже все можете контролировать если статус будете менять в ручном режиме соответственно вы это уже не проконтролируете точнее это можно будет вытащить из регистров накопления но нужно будет привлекать для этого ваших специалистов пятишников так возвращаемся обратно в программу для того чтобы посмотреть как работать заявками на расходование денежных средств и я переключусь и пожалуйста опять поставьте плюсы получилось ли у меня переключиться обратно на программу замечательно большое спасибо вижу что все получилось и так раздел казначейство заявка на расходование денежных средств я предварительно точно так же создал заявку создается через кнопочку создать оплата поставщику вот это вы все прекрасно знаете здесь никаких опять подводных ко мне нет открывается рабочее окно выбираем организация подразделение заявитель но здесь все очевидно дата платежа банковский счет я специально выбрал не предлагаю выбрать не тот счет который относится к собран заказу и давайте посмотрим что у нас получится но сначала давайте заполним расшифровку платежа ну и все остальные данные объект расчетов выбирается тот документ приобретения товаров и услуг который нам нужен металл для изделия это договор естественно мы не забываем в этом договоре указывать настроить договор исполнения да и учетная информация направление деятельности но помните мы с вами это уже пытались его исправить он у меня не позволит вы не забывайте возвращаемся записать и закрыть не получится потому что счет у нас выбран неправильно давайте мы с вами вернемся к счету вот счет продавца и выберем тот счет который нам нужно выбрать неверный параметр срока функции еще наверное из-за того что у нас так давайте мы это закроем не будем сохранять и с вами заявку сделаем там где у меня все заполнено сохранить не буду сохранить давайте создадим заявку оплата поставщику то есть в ящик отдел маркетинга так ну здесь все оплата поставщику а вот получатель другое документы закупки у нас это компьютеры и артехнику вот промахивает компьютер и артехника счет получателя выбираем я специально сделать видно чтобы это было что это тот счет который нам необходим выбрать давайте на всякий случай посмотрим да галочка отдельно счет для заказа все правильно все хорошо дата платежа сегодняшнее число сумма там по моему 12 миллионов это мы компьютеры там 100 штук расшифровка платежа объект расчетов вот тот документ 12 миллионов все правильно выбираем договор сразу же подставляется вот здесь все платежа это из справочника опять который мы с вами рассматривали выбираются подтверждающие документы вот о чем я с вами вам говорил мы я специально в том документе поставил только один подтверждающий документ от приема передачи товаров и программа естественно требует его указать более того нам необходимо будет документы отсканированные еще и приложить вот файлы нам документы сюда нужно эти будут приложить но в настоящий момент я не буду создавать дополнительный документ так в прямой передаче вы видите что программа это отслеживает и это нужно будет делать как я сказал не только указать еще и приложить скан этого документа так вопросы давайте посмотрим на за счет организации подскажите для поставки тоже отдельный счет по гос да для поставки тоже отдельный счет по гос ваш поставщик точно так же должен участвовать в программе и открывать счет совершенно верно так распределение по счетам это если будет платежи с нескольких счетов вот но в данном случае у нас один счет будет поэтому тут нечего добавлять но он один счет он и есть в принципе все вот кроме еще одного так как у меня не все данные заполнены соответственно программа ругается при оформлении когда вы заполните все реквизиты заполните подтверждающие документы у вас все спокойненько сработает в этом плане программа работает достаточно корректно что я еще хотел вам показать важное когда мы с вами рассматривали регламентированный учет вот регламентированные отчеты он уже заполнился запомнился вот в этой таблице не нужно опять создавать и проваливаться это отчет для Министерства обороны но есть еще один отчет для внутреннего пользования давайте посмотрим где он он также раздел регламентированный учет отчеты и вот здесь исполнение контрактов гос они очень похожи друг на друг но здесь немножко больше сразу же настроек на какую дату давайте на 24 организация почтовый ящик данные по контракту здесь можно немножко больше данных не только по контракту по списку контрактов по всем контрактам гос то есть этот отчет он более широкий и отборы можно делать более широкий для министерства обороны только конкретные здесь по совокупности это управленческий отчет и немножко другая детализация без детализации с детализацией оборотов по документам с детализацией оборотов по счету учета ну давайте сделаем по счету учета а нет давайте лучше по документам попробуем выбираем направление деятельности выбрали сформировать вот у нас получился отчет здесь точно так же можно проваливаться до первичные данные вот такой контроль давайте посмотрим что из этих реквизитов обязательно к заполнению красное обязательно заполнение данные по не позволяет убирать тоже обязательно вот детализация естественно обязательно заполнение ну что ж вопросов дополнительных не поступает еще раз тогда большое всем спасибо обращайтесь смотрите за нашим расписанием по вебинарам всегда будем рады видеть вас большое спасибо до свидания